Вот мне часто говорят, не любишь ты, Саша, родину, вытаскиваешь какую-то грязь, показываешь затем в эфире, да не грязь, я вытаскиваю. Я просто подсказываю тем, от кого что-то зависит, где у нас есть проблемные места, это и называется любовью к родине, как мне кажется. А это Вести без Дмитрия Киселева, спецпроект реальной журналистики и самая популярная программа среди моей мамы. Сегодня подводим итоги ушедшего от нас с 2017 года, заодно поминаем декабрь, топ-7 самых абсурдных событий. Из регионов России такого не покажут по телевизору, бейте попкорн, усаживайтесь поудобнее, начинаем, вернее, поехали. Уже несколько десятилетий ученые всего мира спорят, где же находится вход в ад, в смысле на земле, согласно мифам древней Лады. Это замечательное место расположено где-то на территории современной Греции, спорить не буду, возможно так оно и есть. Но то, что у преисподней существует еще и запасная или аварийная лестница, что называется, я лично догадывался. А минувшим декабрем сомнения мои развеялись окончательно. Дополнительный портал действительно существует и даже ближе, чем все мы думаем. Угадайте где? Правильно. На территории Великой и Могучей. Еще точнее могу сориентировать в Саратове. Месяц назад многие саратовцы побывали на церемонии открытия этого самого резервного входа. Один зевака так и вовсе чуть на голову Люциферу не свалился. Врата ада и седьмое место нашего парада абсурда. Внимание! Уходят и из-под ног, и из-под колес. Метровый провал на проезжей части внезапно сковал проезжавший мимо автомобиль. Хотя, по словам местных жителей, случайным это происшествие не назовешь. Мы обращались во все инстанции. Водоканал, водоресурсы. Приезжали специалисты с таким солидным оборудованием. Все искали этот прорыв, не могли найти. В итоге нам ответили так. Нужно за ваши деньги найти прорыв и устранить эту течь. Как вы уже успели понять, подготовка к предновогоднему открытию адского входа-выхода велась давненько. Если быть точным, с лета. Активное участие в этом событии приняли, конечно же, местные коммунальщики. Хотя, что я пересказываю сами. Смотрите. Сейчас ты берешь багоры и с помощью багра пробираешься. О дороге к домам, которая была здесь еще летом, забыли. Трубу прорвало в августе. Десятки звонков. По всей инстанции прибавили только новые ямы на въезде. Вот это место, вот здесь вот, образовалась лужица уже из-под земли. Именно вот это место. Вода бела фонтанчиком часов в 12 ночи. Мы позвонили в водоканал. В дорожном комитете нам сообщили, что по заявке частного лица на Шелковичной велась прокладка канализационных сетей. Работы окончены. Асфальтовое покрытие восстановит, как только позволит погода. А пока вода продолжает размывать дорогу. К слову, это уже не первый такой случай. Аналогичная история произошла месяцем раньше, в ноябре, когда в другом месте, на улице Октябрьской, но все в том же Саратове под землю, провалилось такси. Причем в кипяток водитель остался жив лишь по счастливой случайности. Ну, теперь мы хотя бы знаем, где это. В 2017 году от нас ушел сатирик Задорнов. Относиться к нему можно по-разному, но я думаю, никто не знает, спорит, что человек не просто шутом был. Его юмор основывался на реальных вещах, которые черпались из жизни, пожалуйста. Крылатая фраза. Как можно говорить о модернизации в стране, в которой кое-где все еще пашут на лошадях? И сразу пример. Город-миллионник Волгоград. Там еще родина-мать гордо возвышается над Мамаевым курганом, и вот в этом городе есть еще одна мать. У женщины тяжело болен сын, но сказать хочу не об этом. Просто хочу вам показать, в каких условиях живет эта мама. 21-й век на дворе. Город-миллионник, как я уже сказал. Страна, в которой есть все. И величие которой нам дуют в уши неустанно, это не веселая история, и Стеба с моей стороны сейчас не будет. Но она поистине абсурдна, как и многое в нашей большой больнице. Шестое место. Провести газ в дом, как это давно сделали соседи, женщина не может. 250 тысяч – неподъемная сумма для скудного семейного бюджета. Хотя и дрова стоят недешево, но все же их купить реальнее. Соседи нужно отдать им должное, в беде Наталью с сыном не бросают. Помогают кто чем может. В основном привозят продукты и лекарства. Не забывает и государство. Каждый месяц на памперсы средства выделяет. А вот провести газ в дом одинокой женщине с ребенком-инвалидом на руках, для страны, добывающей углеводородой, видимо, накладно. Я обращалась к депутатам, к Цибизу и Татьяне Игоревне. Вот год целый, что-то они как-то пытались, там что-то добивались. Но в итоге ничего она не добилась. Помощи от нее я никакой не получила. Направила она меня за помощью к Косолапову. К Косолапову я ходила на прием. Вот, это было год назад. А Косолапов, ребята, это мэр Волгограда. Но даже он не смог решить проблему с газификацией дома этой женщины. Дома, который находится не на задворках в городе. Дома, мимо которого на расстоянии вытянутой руки проходит газовая труба. Все, что надо сделать, просто в нее врезаться, ну и помочь там с внутренней разводкой. Я думаю, это копейки, если в деньгах да на салют в новогоднюю ночь что-то Косолапов наверняка больше потратился. Продолжаем. Помните, был такой фильм «Голливудский догма», одним из персонажей которого являлся некий страшный злодей-дерьмодемон? Жители поселка Янтарной в Калининградской области познакомились с этой прелестью воочию. Вместо Деда Мороза в декабре к ним пожаловал вот этот вот товарищ. Причем ко всем одновременно. Проснувшись однажды утром, люди с удивлением узнали, что они по уши в га... В общем, в фекалиях, и это не метафора. Поселок в прямом смысле утонул в этом добре. А угадайте, по какой причине? Не сдюжили ливневые стоки и канализация, впрочем, ничего удивительного. Все это дело немцы прокладывали еще в начале 20 века. С тех пор, если что-то и ремонтировалось, то такой ремонт косметикой, в общем, называется. Но власти местные, тем не менее, нашли истинную причину ЧП. Ясен перец, не они в случившемся виноваты, а вот кто, узнаете прямо сейчас. А вообще-то на протяжении четырех лет вот такая ситуация здесь происходит. В подвале во всем доме. То есть фекалии и ливневые стоки все проходят через этот дом. Ливневая канализация идет, еще немецкая, и в нее уже, именно, ну как, она не канализация, она называется дренажная, правильно. И в нее уже врезана непосредственно канализация, то есть уже, которая сходит с домов. Соответственно, ливневка не справляется с таким потоком, и ее содержимое хлещет наружу. Однако муниципальные власти видят другую причину подтоплений. Во-первых, один из собственников дома на Лесной-9 соорудил пристройку. В итоге здание выросло с одного до трех этажей. И это еще не все. Была произведена реконструкция дома на центральном канализационном коллекторе. Администрации выделены денежные средства на замену участка канализационного коллектора, но от дома до колодца. По ремонту коллектора, который находится под домом, это ответственность собственников. Что же касается дачного участка, по словам властимущих, дома на нем вообще быть не должно. И все-таки российские чиновники это удивительные особи и весьма жизнеспособные экземпляры. К слову, где их так отмазываться учат? У него, блин, целый поселок в дерьме, простите, тонет, а он с невозмутимым видом поясняет. Это потому, что избушку лишнюю без согласования возвели, а к другой дополнительный этаж надстроили. Забыл еще только про компот что-нибудь рассказать в ушедшем году. В тренде было, кстати, он и о, я посмотрел данный мужчина. Ребят, жители Янтарного, не забудьте поддержать кандидатуру этого человека на выборах главы муниципалитета. Впрочем, я в вас и не сомневаюсь. Плывите на участке, лучше ведь стабильно плыть, чем неуверенно шагать. Господа, реальный анекдот из Брянской области. Вот только не смейтесь, это правда. Хотя, когда я прочитал эту новость, у меня на полном серьезе чуть истерика не случилась, рассказываю. А знаете ли вы, что в данном регионе уже существует и действует губернаторская программа, внимание, прощай оружие? Глава Брянщины Богомаз обратился к населению с призывом сдать весь нелегальный огнестрел и, ой, получить за это денежное вознаграждение полмиллиона рублей. Между прочим, на эти цели в прошлом году из бюджета выделили. Слушайте, они там на грядках эти ружья, что ли, выращивают четвертое место нашего парада абсурда. Василий Иванович нашел ружье на чердаке, когда разбирал старый отцовский дом. Известно, что оно сделано в 30-е годы. Оставлять опасную находку у себя не стал. После чего идет программа на возмездной основе. Можно от населения сдавать оружие и получать за это денежное вознаграждение. И обезопасить себя родных от незаконного хранения оружия. Таким образом, каждый гражданин, добровольно сдавший незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывные вещества, взрывные устройства, в соответствии с уголовным кодексом, освобождается не только от уголовной ответственности, но и получает определенное денежное вознаграждение. Это дурной сон какой-то. Я мог бы понять, если бы нечто подобное затеяли где-нибудь в республиках Северного Кавказа. С трудом, но понял бы. Но тут-то картофельно-капустная область, все дошло до меня, там, вероятно, просто не все еще в курсе, что Великая Отечественная война закончилась, и люди продолжают партизанить. Именно поэтому мудрый мужчина-богомаз разродился таким вот финтом. Да не оскудеет земля русская талантливыми руководителями. Впереди тройка лидеров, и есть еще порох в пороховницах. Пока на свете существуют чудаки, можно и жестче, но не в эфире, а обманом жить нам стало быть с руки. Мне кажется, что данный лозунг можно уже на какой-нибудь из наших государственных символов поместить. Розыгрыш очередного лохотрона состоялся на сей раз в Ивановской области, выиграл, естественно, крупье, который в образе Деда Мороза обошел около тысячи ивановских пенсионеров и вручил каждому по новогоднему подарку от имени некой торговой сети, но не безвозмездно, по 10 тыр с носом. Под подарками, как вы понимаете, подразумевается дешевое китайское барахло, коему в базарный день рубь за пучок цена, но российского пенсионера его ж не победить. Один вопрос мне никак не дает покоя. Откуда у этих людей деньги? Вот на что-то стоящее у них лишние копейки нет. Зато для лохотронщиков пара-тройка десятков тысяч всегда найдется третье место. Этот день пенсионеры вспоминают с досадой. Коробейник пришел в дом Кима Михайловича, когда к тому заскочила соседка. Она собиралась в аптеку. Молодой человек постучал в окно. Старикам показался порядочным, а дед был легко, будто только вышел из машины. Его пустили в дом. Вот целые горы, говорит, вам подарков. И давай выкладывать все. И это все бесплатно. И вот знал и повторяет, это все бесплатно. Как мантру он повторял слово бесплатно. Постоянно переключал внимание с одной коробки на другую. Принес в дом уйму китайского хлама, ножи, игрушки и даже депилятор. А затем за эти подарки донайц потребовал денег. По 10 тысяч с каждого. Старики повиновались. Хотела дров купить в баню. Да у меня дыр-то много. Уж сколько раз твердили миру. Слушайте, вот за 18 лет работы журналистом, в том числе в телевизоре, только я раз 10 о подобном рассказывал. Призывал, бойтесь донайцев, дары приносящих. Но российскому старику, ведь хоть кол на голове тиши, они у нас всегда, потому что не умом, а сердцем выбирают. Причем в любой ситуации. Потом плачут, мол, ах, где же справедливость. Но проходит время, и они наступают на те же грабли. В общем, умом мазая, не понять. Слушайте, ну Бурятия должна была призовое место получить. Этот регион на протяжении всего года топ наш не покидает, поэтому с любым сюжетом они оказались бы в тройке. Но ребята оказались не из числа халявщиков и подкинули мне свежую историю. Итак, вы думаете, вы знаете, как выглядит настоящий протест? Сейчас я тоже так думал, но пенсионерка из Улан-Удэ Валентина Караваева утерла нос всей стране, показав, как нужно добиваться своего. Дело в том, что Валентина Ивановна живет в центре города, в частном доме, который власти определили под снос. Все как положено, женщине квартиру выделили. А на возьми да и поставь условия. Хочу еще и за землю что-то получить. Центр все-таки, место денег стоит и вообще мое имею право. Сперва чинуши посмеялись, а сейчас уже плакать готовы. Тетка не сдается. Как ее только не выкуривали. Отключая электричество, отрезали от тепла, дыру в стене выпилили, она держится. Подробности дальше. Валентина Николаевна показывает нам, в каких ужасных условиях она сейчас живет. В доме холод ниже нуля, поэтому вынуждена ходить в верхней одежде. А полтора месяца назад ей отключили свет. Мне предлагала, выселяйся, выселяйся. Я говорю, почему я и собственница дома? Я должна землю продать? Я же на земле и все такое. А земля дорогая и все такое. Почему я должна свои условия, ваши условия выдерживать? Властям о ситуации, в которую попала пенсионерка, стало известно на днях. Высокие гости пожаловали в дом Валентины Николаевны и попытались на месте решить проблему. Алексей Самович нам поручил выехать на место разобраться, глава республики. Приехали тут представители города, администрации, были представители соцзащиты. На любые вопросы, которые гражданка Караваева ставит, и подрядчик, и администрация пойдет, и я уже сказал, и жилье могут сейчас предоставить, до исчерпания всех конфликтных ситуаций, и всех требований, которые она хочет сказать. Ей принадлежит сумма в порядка трех миллионов. Учитесь протестовать, господа. Вот уперся человек, нет, и все. Навел шороху на весь регион, не испугался. И тут же пошли с ней договариваться. Деньги вот предложили. Пенсионерка сказала, подумает, и взяла тайм-аут до весны. Возражать никто не стал, дом обратно утепляют. Кстати, по последней информации, ей уже в любом городе страны квартиру готовы купить. Айда Валентина Ивановна, двигала б ты в президенты. Ну и кто же на первом месте? А разве у кого-то еще остались сомнения? Вечный участник нашего топа, причем всегда финалист именно, тот самый Красноярский край. Это там, в апреле 17-го сгорела целая деревня, но проблему с погорельцами так и не решили. Это там люди уходили из дома, возвращались, а их дом по ошибке снесли. Это там трудятся депутаты, которые сами себе зарплату поднимают и купаются, затем в лучах славы. Вы молодцы, вы молодцы, законодательное собрание, вы этого полностью заслужили, это здорово, вы идете правильными шагами. Это круто, куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату. Но и на этот раз данный регион не оставил нас без подарка. Начальника очистки Шарикова, помните, в Красноярске тоже есть свой Шариков. Версиацко с его фамилией, широкую известность этот человек получил несколько месяцев назад, когда оказался в центре скандала. По поводу жестокого обращения с животными, вот в декабре красноярские власти в очередной раз разыграли тендер на отлов бродячих собак. Как думаете, кто этот тендер выиграл? И победителем признали компанию «Эсперингаль». Ее руководитель – сын скандально известного подрядчика Виктора Версяцкаса. Контракт с компанией планируют подписать в январе. Сумма – 1 миллион 900 тысяч рублей. В департаменте горхозяйства говорят, минимальную цену предложило предприятие самого Версяцкаса. Чуть больше денег – сын. И самую высокую стоимость – общественники. Они тоже участвовали в торгах. А вообще, если честно и если серьезно, Красноярск ведь на первом-то месте оказался отнюдь не потому, что там ну настолько все плохо. Просто журналисты тамошние молодцы, мышей ловят, что называются, а не дифирамбы чинушам поют и не песни транслируют вроде «Дядя Вова, мы с тобой». Не только, ведь идиоты телевизор-то смотрят. Спасибо моим красноярским коллегам, да и вообще всем тем, кто помог и помогает создавать этот топ. Вот и все, ребята. Наша программа, к счастью, подошла к концу. Таким мне увиделся и запомнился прошедший декабрь и прошедший год. На этот раз без политики. Пусть политика будет в другом проекте. А этот мы оставим для социалки, нашей, родной, из российских регионов. Об этом ведь почти нигде уже не рассказывают, не модно. Все. Это был спецпроект реальной журналистики «Вести» без Дмитрия Киселева. Сегодня подводили итоги года 2017. Впереди новые горизонты. На моей страничке в Ютубе ссылка на нее прямо надо мной. Вы сможете посмотреть все серии этого сериала, что-то вспомнить, улыбнуться, возможно, всплакнуть. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Уж там-то сколько интересного. Не забывайте добавляться в друзья, не забывайте предлагать темы, поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok